Попадали ли вы в истории, которые могли произойти только с шансом 1 на миллион? У меня было 8 зубов мудрости. Стоматолог такое видел впервые и позвал всю клинику посмотреть на это чудо. Меня ударила молния, когда я говорил по стационарному телефону. Это случилось в начале 90-х. Молния попала в телефонный провод и попала мне в ухо через трубку. Родители отвезли меня в травмпункт. Я тогда не мог даже говорить. Мой мозг знал, что я хочу сказать, но рот просто не мог это произнести. Я ужасно заикался. Доктор сказал, что я принял дозу классической шоковой терапии. На следующий день моя речь пришла в норму, но у меня теперь всегда ужасно болит голова перед грозой. Однажды я проспал всю ночь в такой странной позе, что нерв в шее оказался зажатым. Это привело к полной потере контроля правой стороны тела. Она настолько онемела, что оказалось ее и не было вообще. Я проснулся с такой дикой болью, что не мог ни двигаться, ни говорить. Врач в травмпункте подумал, что у меня сердечный приступ. Врач первый раз столкнулся с такой сильной травмой. Восстановление заняло несколько месяцев. Спустя некоторое время я смог пользоваться рукой и ногой, хотя онемение еще ощущалось. Если забыть о боли и спазмах, я чувствую себя как раньше. Ненавижу читать такое. То есть мы не в безопасности даже на кровати? Не переживайте, шанс получить такую травму в разы меньше, чем погибнуть в пожаре. Не знаю, считать ли это благословением или карой, но я очень высокий. Два метра двадцать сантиметров. Честно. Не знаю, насколько мой рост можно считать редкостью. Из одного из шести миллионов человек, только один достигает роста выше двух метров тринадцати сантиметров. И каждый второй обязательно хочет узнать, как там погода наверху. Я необъяснимым образом оглох на левое ухо. Когда мне было шесть лет, у меня была успешная операция по удалению кисты. В двенадцать лет я однажды проснулся с ужасной головной болью и звоном в ухе. А через три дня все ушло, как и мой слух. Врачи неоднократно проверяли меня. Делали МРТ. Все указывает на то, что ухо в полном порядке. Ну, за исключением того, что она не слышит. И вот этот случай один на миллион. На мой седьмой день рождения мы поехали в Диснейленд. В тот момент там проходила лотерея, главным призом которой был автомобиль. Итак, на мое семилетие Микки Маус подарил мне Pontiac Firebird. Машина до сих пор у тебя? Не, мне же было всего семь. Машину отдали маме, а когда я получил права, эта машина уже превратилась в металлолом. У меня симметричная двусторонняя колобома, радужные оболочки и сетчатки. В результате чего форма моих зрачков напоминает замочную скважину. Колобома довольно редкое явление, двусторонняя колобома тем более. Не говоря уже асимметричный двусторонний, ну вы поняли. За 45 минут я дважды попал в аварию в двух разных машинах. Первую машину врезали сбоку, за мной приехал друг, но пока он нас вез, его автомобиль потерял сцепление с дорогой. Мы слетели на обочину и въехали в стол. Обе аварии были незначительные, просто так странно совпало. У меня аллергия на холод. У меня начинается покалывание, отеки, меня тошнит и я могу упасть в обморок. И такое происходит даже при плюсовой температуре. Я не могу ходить без теплой куртки, если температура ниже 8 градусов. И я ношу с собой шприц с лекарством на случай, если я выпью что-то холодное и у меня начнется реакция. Надеюсь вы переехали в теплые края. Прошло 4 часа с его последнего комментария, думаю, что холод забрал его. Аллергия на холод была также и у меня. В один год на морозе на открытых участках кожи стали появляться пятна, как расчесы от укусов комаров, но размером с 5 рублевку и больше. Кстати, как ни странно, но не появлялись на лице, зато могли появиться на шее. Не чесалось, не кололось. В общем, всерьез, я это не воспринимал, одевался теплее. К лету и вовсе забыл об этом. А вот летом, во время первого купания, в реке чуть не отъехал. Почувствовал, что дышать тяжело, вышел на берег. И тут меня накрыло. В глазах стало темнеть, надышаться не могу, в ушах будто вата. Думал, вот-вот сознание потеряю. Друзья видели, что я на берегу, но были достаточно далеко, чтобы увидеть мое состояние. Думали, я просто прилег отдышаться, погреться на солнце. А я позвать не мог, ни сил, ни сознания на это не хватало. В общем, повезло, минут через 15 стало отпускать, смог себя оглядеть. Выглядел я так, будто в чане с соком борщевика искупался. Холода я потом долго избегал. Как-то незаметно аллергия прошла, хотя антигистаминных я не принимал. Сейчас могу спокойно часами в холодной воде плавать. Вот так я узнал, что аллергия бывает даже на холод. У меня диагностировали лейкемию, но ее убила другая бактерия, которая завелась в моем организме. Это реально один шанс из миллиона. Враг твоего врага, мой друг. Не знаю, что тут по шансам, но я выжил в невыживаемом крушении самолета. Это была экскурсия над пустыней в западном Китае. Мне было лет 7. Я был с другом отца по совместительству пилотом, который показывал мне окрестности. Мы летели на старом У-2, известном своей безопасностью и неубиваемостью. К несчастью, самолет разбился, пилот не выжил, а я отделался лишь сотрясением и вырубился на день посреди пустыни. До города и аэропорта было 50 километров. Люди, которые нашли меня, оказались плантаторами деревьев. Они сажают зелень в пустыне, чтобы защитить города от песчаных бурь. В пустынных городах Китая так часто делают. Они ехали за какой-то посылкой, и единственной причиной, по которой они изначально свернули с пути и поехали в пустыню, было их желание проверить, за сколько времени в песке приготовится яйцо. В детстве я отдыхал на Средиземноморском побережье в Турции. Внезапно у меня в ногах и животе появился сильный жар. Моя кожа выглядела так, будто по мне прошлись наждачка и температура поднялась до 40. Оказалось, что я дотронулся до медузы, чего не происходило на этом пляже лет 10. Оказалось, что я просто ужасно невезучий. Ко мне в комнату через маленькое отверстие пробралась птичка и нагадила на меня. У меня брат двоюродный сбежал с армии в 90-х. В строй батя служил за 1000 километров от Москвы. Били сильно, добрался до Москвы. Спускается в метро и натыкается на своего командира, который был в Москве в отпуске со своей семьей. Тот его ловит и приказывает сидеть на лавке, сказав, что сейчас они пойдут на вокзал за билетами, и он отвезет его назад в часть. А сам отошел к семье. И в этот момент на сидящего в метро брата натыкается его мама, которая приехала к сестре погостить в Москву из Краснодарского края за 2000 километров. Про побег ничего не знавшая. Она молча хватает брата за руку и втаскивает в электропоезд. По дороге все выяснилось. Они съездили в Минобороны, и брат потом дослужил в другой части хорошо. Вот так бывает. Я пришел в банк оплатить штраф. Тысячу двухрублевых монет за 15 минут до закрытия. Не спрашивайте почему. Отказались принимать по причине скорого закрытия. В этот момент зашла девушка и попросила разменять ей 2000 рублей монетами. Штраф я оплатил. Я призвался яблоком. В детстве я прыгал на советской раскладушке. Она сложилась и выбила мне все передние зубы. Еще однажды я решил, что неплохой идеей будет посрать в ведро. Но так как в детстве я был еще неуклюжий, чем сейчас, я упал в ведро, сложившись пополам. Короче, засратая жопа была внутри, и выбраться сам я не смог. Спина болела жутко. Еще в детстве маленький бабушкин тошик укусил меня прям за бубенцы. А в подростковом возрасте я насрал соседям в камин. Стройка была. Но в этот момент они приехали вместе со строителями, и выпрыгивая из окна второго этажа, я не заметил леску и споткнулся, полетев головой в песок. Я прыгал, зная, что там песок, но я упал головой. Я до сих пор не понимаю, как не сломал шею. На работе однажды заговорили о редких фамилиях. Я привел в пример одну редкую фамилию чувака, с которым учился в одной школе. Коллега сказал, да разве ж она редкая? У меня у соседа такая же фамилия. Надо ли говорить, что это оказался один и тот же человек? Дело происходило в пятимиллионном Питере, а сам я родом из города, который в тысячи километров от Питера. Случилось с моим другом. Купил он BMW тройку, свежую, и сразу отогнал в сервис. Шутка о BMW. На самом деле на плановое ТО. Так получилось, что за один день не успели сделать, и автомобиль решено было доделать ночью. Его друг сладко спит у себя дома, ему звонок от бывшего владельца авто. Ну ты быстрый, только машину купил и уже на юга едешь. Друг такой, втф? Звонит мастеру в сервис и спрашивает, все ли хорошо. Мастер отвечает, что все, very good, однако друг говорит, что приедет проверить. Приезжает, машины нет. Оказалось, механик еще и электрик. Он отключил GPS и направлялся в южный регион и сбыть автомобиль. После звонка механик испугался и оставил авто на трассе около закусочной. В ходе оперативных действий машину нашли в тот же день. Какова вероятность того, что в одно время на трассе М4 встретятся эти два автомобиля, и бывший владелец еще решит позвонить. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok